Здравствуйте, дорогие участники конференции! Спасибо организаторам за приглашение выступить. Большая честь для меня выступить с этой лекцией. Лекция посвящена нейрокомпьютерным интерфейсам, где инвазивная запись у таких животных, как крысы и обезьяны, используется для воспроизведения ходьбы. Нейрофизиология ходьбы имеет долгую историю и исторически было очень популярно исследовать центры ходьбы, находящиеся в стволе головного мозга и в спинном мозге. И такой классический экспериментатор первым делом у животного отсекал кору больших полушарий как ненужная для локомоции вещь и исследовал редуцированный препарат, такой как децеребрированная кошка. Вот здесь децеребрированная кошка в установке, у нее кора больших полушарий отсечена, но тем не менее она может многое делать. Например, она довольно таки прекрасно ходить, практически как нормальная кошка с интактной корой. скорость ходьбы можно модулировать, в частности управлять можно стимуляцией локомоторных центров в стволе мозга. Но это еще не вся история об управлении ходьбой. И наши соотечественники Ирина Белоозерова и Михаил Сирота провели эксперимент на кошках, где они записывали активность нейронов в моторной коры, и их кошки ходили по полу или по такой лестнице. И они увидели, что нейроны прекрасно модулировались, когда кошка шагала. Причем модуляция усиливалась тогда, когда перед кошкой стоялась сложная задача. Например, если лестница была структурирована так, что кошке нужно было делать шаги разной длины. При этом кора была особенно активна. Эти результаты внесли что-то новое в исследования нейрофизиологии ходьбы, но также были очень полезны для нас, разработчиков нейрокомпьютерных интерфейсов, потому что мы очень любим записывать из коры больших площадей, это самый большой отдел мозга, откуда можно получать много интересной информации. Выходит, что можно реконструировать и ходьбу, записывая активность коры. Проверки этой гипотезы. Мы провели эксперименты сначала на крысах. Здесь крыса находилась на беговой дорожке, перед ней был дисплей с крысиной виртуальной реальностью. Крыса бегала по дорожке, мы записывали активность около сотни нейронов, декодировали их и направляли к роботу, такому четырехногому роботу, который воспроизводил движение крыс. Вот фотография с этого эксперимента. Здесь крыса бежит по дорожке. И мы записываем несколько сотни активность, около сотни нейронов крыс, а также записываем электромиографическую активность мышц ног крысы. И мы можем декодировать сигналы коры таким образом, чтобы воспроизводить электромиограммы ног крысы. Здесь синим обозначены электромиограммы, которые мы записывали, а красные – это то, что мы декодировали из разрядов нейронной коры. И видно, что красные и синие друг другу хорошо соответствуют, то есть мы декодируем эти сигналы очень хорошо. Далее мы решили перейти к экспериментам на обезьянах. Это было нужно потому, что вообще мозг обезьяны наиболее близок к мозгу человека. У него имеется центральная извилина области. Впереди центральная извилина представляется фронтальную кору, и они в основном моторные области. А позади центральной извилины – это приэтальная кора. Здесь сенсорная область находится. И здесь мы можем записывать очень интересную информацию, с помощью которой мы можем декодировать ходьбу. Особенно интересно записывать и из участков коры, которые представляют ноги обезьяны. То есть эти области находятся медиально в мозге обезьяны. Чтобы записывать активность нейронов в этих областях, мы имплантировали обезьяны многоканальными имплантатами. Вот здесь запечатлен нейрохирург, который очень осторожно сделал отверстие в черепе обезьяны. И мы видим поверхность мозга обезьяны. Как раз область, представляющая ноги обезьяны. Далее нейрохирург вставляет в эти области многоканальные имплантаты. Они закрепляются в нужной глубине и затем все заливается таким зубово-речебным цементом. И обезьяна получает на своей голове шапочку, в которой имеются разъемы. Теперь мы можем подключить свое записывающее оборудование и записывать такую красивую активность большого количества нейронов. Как вот здесь. Здесь мы записываем около 400 нейронов коры обезьяны. Каждая такая цвета изогоголинка представляется разряда отдельного нейрона. А всего здесь записано 400 нейронов. Чтобы не быть голословным. Вот видео из одного эксперимента. Правда здесь обезьяны двигали не ногами, а руками. Но тем не менее это такой типичный пример нашей записи. Три экрана компьютеров и на всех видно большое количество нейронов, которые что-то делают. Теперь перед нами стоит задача. Если мы записываем такое большое количество нейронов, как же декодировать всю эту информацию. С этой целью используются различные математические алгоритмы, называемые декодерами. И в частности линейный алгоритм. Линейный алгоритм состоит в том, что частота разрядов каждого нейрона помножается на вес, а потом все это суммируется. И на выходе мы получаем интересующие наши параметры ходьбы. Такие как координаты ног или активность мышц или что-то еще. Здесь опять синяя линия это реальные координаты ноги. А красная это то, что было декодировано из разряда нейронов коры. Как видно, соответствие синего и красного очень хорошее. То есть мы действительно очень хорошо декодируем кинематику ног из кортикальной активности. Вот наш эксперимент с обезьяной. Здесь обезьяна стояла на беговой дорожке, держалась за поручень и ходила на двух ногах. Мы использовали в этих экспериментах две обезьяны. Обезьяна один и обезьяна два. Вот здесь обезьяна один идет по дорожке. Очень старается. А вот здесь по дорожке идет обезьяна номер два. Здесь все в темноте, потому что мы на суставы обезьяны поместили флуоресцентные маркеры с тем, чтобы записывать движение ног этой обезьяны. При этом мы еще регистрируем активность нейронов коры обезьяны. В данном случае очень качественного мы регистрировали активность. Мы регистрировали активность премоторной коры. Не премоторной, а моторной коры и самоценсорной коры. То есть моторные области, которые управляют движениями ног. И сенсорные, которые отслеживают сенсорную информацию от ног. Но на самом деле эти две области очень взаимосвязаны, так что их можно рассматривать как единое целое. Отдельно, как мы предсказываем движение из активности моторной коры и сенсорной коры, то вот здесь показаны сигналы различных нейронов. Красные – это сигналы нейронов моторной коры. Синие – это сигналы самоценсорной коры. И видно, что и те, и другие кодируют ходьбу. И наилучшее декодирование мы получаем, когда используем нейроны, записанные и в самоценсорной, и в моторе. Здесь опять синие – это реальные движения ног обезьянок. Красное – это то, что мы получаем из кортикальной активности. Обезьяна может ходить медленно, быстро, с переменной скоростью. И видно, что синие и красное соответствуют друг другу очень хорошо. То есть наш декодер работает отлично. Мы можем декодировать координаты X, Y, Z, различных суставов ноги обезьяны. Мы можем декодировать суставные углы. Мы можем декодировать касание ног обезьяны поверхности, направление движения беговой дорожки и скорость. То есть очень много параметров, которые мы можем декодировать. В данном случае с использованием довольно-таки простой линейной модели. Если же результаты декодирования усредни, то получается вообще прекрасное соответствие реальным движениям ног обезьяны. Мы можем декодировать после того, как мы записали активность, то есть оффлайн. Либо мы можем декодировать в реальном времени. Вот здесь обезьяна номер 2. Видео я уже показывал. Но здесь добавлено еще синее. Синее – это реальная нога обезьяны. Красное – это то, что мы получаем из кортикальной активности. Видно, что даже если обезьяна идет довольно быстро, все равно мы успеваем декодировать движение ноги. И красное довольно-таки хорошо соответствует синему. В особенности, если мы осматриваем угол сустава. А это, кстати, один из основных параметров для декодирования. Очень удобный для робототехника. Здесь мы рассмотрели разные способы декодирования. Значит, мы создали модель, которая пыталась распознавать все виды хальби. Например, обезьяна могла ходить вперед и назад. И направляем этот сигнал нейрональный в декодер. И он распознает ходьбу любых видов. Другой способ декодирования был такой. Создать специализированные декодеры. Один для движения вперед, другой для движения назад. То есть ходьба назад. И добавить переключатель, который распознавал направление движения и переключал к правильной модели. Оказалось, что такая переключающая модель работает даже лучше, чем та, которая пытается генерализировать все виды движения, какие возможны. Так что, видимо, будущее за такими переключающими моделями. Вы можете спросить, а сколько нейронов необходимо для декодирования? Ответ такой, чем больше, тем лучше. Ну, по крайней мере, нужно около сотни нейронов, чтобы качественно декодировать ходьбу обезьяны. И, я думаю, человека тоже. Ну, если мы можем записывать 100 нейронов, мы можем дверянуться дальше и попробовать подсоединить нашу обезьяну, которая находилась в Дюраме, в Северной Каролине, к человекообразному роботу, который находился в Японии, в городе Кёта. И вот здесь обезьяна стоит на беговой дорожке, смотрит на изображение робота на экране, и она может управлять этим роботом, своими, так сказать, мыслями. Причем обезьяна может идти по дорожке, но мы даже проводили эксперименты, где обезьяна стояла и, тем не менее, могла запустить робот, и робот шагал только из-за того, что обезьяна представляла движение. Вот первый эксперимент с роботом. Здесь робот подвешен над беговой дорожкой, и он воспроизводит ходьбу обезьяны из-за ее нейрональной активности. А дальше нашим японским коллегам удалось поставить робот на пол, и робот шагал по полу, и обезьяна управляла таким шагающим роботом. Что приводит нас к мысли о том, что, может быть, мы можем сделать управление экзоскелетом кортикальной активностью. Чтобы продвинуться в этом направлении, мы сделали такой пневматический экзоскелет, поставили его на ногу обезьяны, и он двигал ногу обезьяны. И мы наблюдали, что когда экзоскелет приводил в движение ногу обезьяны, то кортикальные нейроны отвечали. И из этих ответов кортикальных нейронов мы могли реконструировать движение ноги обезьяны. Здесь опять синие реальные движения ноги обезьяны, красные – это то, что мы берем из кортикальной активности. Декодирование очень качественно. Вот видео из этого эксперимента. Здесь два студента настраивают пневматический экзоскелет, затем они помещают обезьяну в этот экзоскелет, и мы видим, что экзоскелет двигает ногу обезьяны. При этом мы записываем активность нейронов. Вот здесь видна активность большого количества нейронов, очень качественная запись, и воспроизводим движение обезьяны, когда она ходит. Далее мы создали настоящий интерфейс мозг-компьютер, который управлял движениями экзоскелета. С этой целью мы использовали такой очень качественный, сделанный, кстати, в Швейцарии, экзоскелет электрический, который очень качественным образом двигал ногу обезьяны. И в данном случае у меня нет видео обезьяны в этом экзоскелете, но поверьте мне на слово, что обезьяна могла своей картикальной активностью управлять движениями экзоскелета. Таким образом мы показали в экспериментах на животных, что инвазивная регистрация активности нейронов коры – это очень хороший источник для интерфейсов, которые управляют ходьбой. В частности для интерфейсов, которые управляют экзоскелетом. Таким образом, видимо, будущее именно за такими инвазивными формами записи, которые помогут восстановлению ходьбы у парализованных больных и их нейрореабилитации. Суммируя то, что я сказал, долгие годы ученые исследовали ходьбу, но при этом смотрели на активность нейронов в стволе мозга, либо в спинном мозге. Затем было обнаружено, что и картикальные нейроны участвуют в ходьбе. И этот результат очень полезен для нейроинтерфейсов, поскольку мы можем дописывать картикальные сигналы и реконструировать ходьбу из этой активности, делать интерфейсы, где кора полушария, например, у парализованного человека управляют экзоскелетом, в который помещают человека. На обезьянах и крысах это работает. Уже есть некоторые данные, что и на человеке это будет работать, но требуется еще больше исследований. Но мы надеемся, что в будущем такие интерфейсы будут действительно, найдут применение в клинике и помогут большому количеству больных. На этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...